Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. 31 глава, небольшая. Открывается она тем же самым междометием и той же самой темой, темой, связанной с Египтом, а вернее с призрачными надеждами иудеев на помощь Египта, призрачными надеждами на то, что Египет защитит от астерийской угрозы. Первые три стиха этой главы продолжают тему начала предыдущей главы, 30-й, первых семи стихов 30-й главы. Они созвучны, продолжают эту тему. Горе тем, которые идут в Египет, точнее спускаются в Египет, Йордим, в Египет всегда спускаются и духовно, и физически Египет ниже Святой Земли, по крайней мере, Дельта, вот туда спускаются. Всегда, когда идут в Египет, используется этот глагол «я рад спускаться». Вот и здесь тоже, когда горе тем, которые спускаются в Египет, за помощью надеются на коней и полагаются на колесницы, Израиль всегда импортировал коней из Египта. Египет был поставщиком коней. В Египет экспортировалось оливковое масло, из Египта импортировались кони. А кони, колесницы, на которые полагаются иудеи, они ненадежны. Поэтому горе тем, кто надеются на эту военную египетскую мощь, думают, что ага, раз египтян много, всадники у них, потому что они весьма, эти всадники, сильны. Будем, дескать, на них полагаться. А на святого Израилева не полагаются, не взирают и ко Господу не прибегают. Полагаться надо на святого Израилева, Господь и святой Израилев. Здесь в параллелизме речут о том же самом Господе. К нему надо прибегать, на него полагаться и не заниматься бессмысленным отправлением послов в Египет, что делал языкия, как мы читали в предыдущей главе. Навьючивали этих ослов, шли по пустыням, наполненным серафимами, летучими, горящими змеями огненными. Бессмысленно этим заниматься. И дальше, третий стих, мы посмотрим, что такое Египет. «Но премудр он, говорит пророк, то есть Господь, он премудр, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи, делающих беззаконие». То есть и иудеи, и их союзники, египтяне, будут Господом наказаны за этот неугодный Богу союз, за свою антиассирийскую коалицию. И вот третий стих. «Египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух». Ложь, конь его спасения, сказано в псалме, в одном из псалмов. Человек, который полагается на силу коня, то есть на силу оружия, он полагается на ложь. Эта надежда его обманет. Это ложная надежда. «Египтяне – это люди, а не Бог, а кони их – это плоть, мясо, а не дух». То есть коней можно убить, египтян можно убить, и Господь их убьет и поразит. «Прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Вот так бывает с человеком, который не на Господа полагается, а на силу оружия. «Не в силе Бога, а в правде», – сказал Александр Невский, поражая неприятелям, которые пришли с мечом на русскую землю. Всегда, во все века этот закон очевиден, и люди могут, обратившись к истории, увидеть действия этого закона. Тот, кто надеется на Господа, за ним победа. Тот, кто полагается на силу оружия, на свою ложь, на свою неправду, на свои пакты и коалиции с египтянами, с кем бы то ни было, потерпит поражение в конце концов. «Ибо так сказал мне Господь». Здесь пророк говорит, что ему Господь сказал что. Дальше прямая речь Господа, 4 стих. «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен». Скимен – это львенок. В 4 стихе стоит термин «кфир», да, львенок. «Ария – это лев, кфир – это молодой лев, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь с Савовов сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». Гора Сион – это гора Господня. Холм его, видимо, тоже Сион, Господь здесь представлен в образе льва. Льва, лев, царь зверей, когда-то на Ближнем Востоке водился во множестве этот вид животных. Господь часто предстает в образе льва. Описывается так. Перед львом невозможно устоять, скрыться от него, спрятаться, убежать невозможно. И вот от Господа тоже невозможно укрыться. Ни в Египте, нигде бы то ни было. Ни даже на Сионе. Господь очистит свою гору, свой холм от нечестивцев. И здесь добыча – это, скорее всего, нечестивые представители народа Господня, а, может быть, также и внешние враги. Так вот, лев и скимен, они рычат, они ревут над своей добычей. И даже своей добычей они парализуют жертву. Вспомним книгу пророка Амоса, где этот образ так ярко и красочно представлен. Или того же Иоэля, где тоже этот образ присутствует у других пророков. Господь присутствует, Господь является в образе льва. И вот здесь этот образ используется Исаии. Не он первый использует этот образ в приложении ко Господу. Пастухи, даже если их много, они кричат на льва, требуют его отойти от стада. Но лев голодный даже не содрогнется, и крик их не испугается. Вот так же Господь множество хотя бы людей противостояло ему и умоляло, кричало. Не замедлит проявить свое действие в наказании неправедных и в отстаивании святости горы Сион и Святого Града. Пятый стих здесь, в пятом стихе и в шестом здесь употреблен очень интересный термин. Как птицы птенцов, как Господь совов покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Вот птицы защищают своих птенцов, как известно. Очень отважно. И если, например, воробушек выпал из гнезда, то мать воробьиха, она очень отважно против кошки защищает своего птенца, нападает на кошку, не дает ей схватить этого птенца и уничтожить его, съесть. Известно в орнитологии такое. Вот. Так Господь совов, он как птица, заботящаяся о птенцах, вот, он заботится о своем граде. Здесь Иерусалим представлен в образе гнезда птичьего. И сам Господь в образе птицы, которая заботится о своих птенцах. Этот образ отсылает нас к книге Второзакония, где Господь говорит, я на крыльях орлиных носил вас. Ну и у Исаии также этот образ еще будет использоваться. Образ могучей птицы, орла, может быть, или какой-то великой птицы, которая защищает, храняет свой народ. Да и сам народ этот, он уподобляется могучей птице, как сказано, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, полетят как орлы, потекут и не устанут. Книга Исаии, 44 глава. Мы до нее когда-нибудь, даст Бог, наберемся. Обратитесь к тому, 40-ая, простите, глава. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сына Израиля. Понятно, что от Господа они отпали, и ко Господу, своему Богу, должны они вернуться. Здесь звучит призыв, 6 стих. Шестой. Шуву Ла-шер-гэ-ми-ку. Шув, отсюда термин шува, обращение, покаяние. Этот очень важный глагол шув, он в буквальном смысле, часто используется в буквальном значении, то есть возвращение или ответ, и в переносном, то есть как обращение ко Господу. Сворачивание сложного пути, пути погибели, и возвращение на путь спасения, на путь Божий, на путь, который указывает Божий закон и Божьи пророки. Обратитесь к тому, от которого вы отпали, так сильно отпали, настолько отпали, сына Израиля. Этот призыв актуален и для нас. Мы все должны обратиться как к Господу, Богу, единому, вечному. «В тот день отбросит каждый человек серебряных идолов и золотых своих идолов, которые руки ваши сделали вам на грех». Это уже было. Здесь вновь повторяется то же самое, что звучало в предыдущей главе, в 30-й главе, когда говорится об окладах идолов, об окладах истуканов. Здесь вот сами истуканы, эти идолы отбрасываются человеком как что-то нечистое, мерзкое. «Земля, оскверненная идолами, является землей нечистой. Пойдете, — говорит Амос, — вы в плен, в землю нечистую». То есть землю, наполненную идолами. Земля Господня, Эра Цисраэль, Земля Святая, это собственный Божий удел, должна быть свободна от идолов. Если люди, которые оскверняют эту землю идолами, землю Господнюю идолами, если они так делают, то они недостойны на ней жить. Эта земля стряхивает их, как сказано во второзаконии, с себя, словно клопы падают, когда одеяло трясут на балконе, из одеяла падают клопы. Вот так же земля эта стряхнет с себя идолопоклонников и очистится от них, очистится вместе с ними и от идолов, от истуканов, за что и был наказан израильский, затем иудейский народ в те ветхозаветные времена. Но так будет и в будущем эскатологической перспективе, конечно же, и вся земля, в конце концов, через суды Божьи, через его правду, через его наказание, вразумление, через его действие божественное, вмешательство Бога в историю, она очистится от идолов. И вся земля осветится, вся она станет святой. И уже не будут говорить, что вот святая земля, это только там, между Иорданом и Средиземным морем. Нет. Вся земля и вся вселенная наполнится славой Господним, все народы будут исповедовать только Его святое имя, и вся земля будет святой. Вся земля будет к душа, она наполнится святостью, как воды наполняют море. Это будет в будущем. И у пророков много о том самом эскатологическом, мессианском времени, которое ожидали пророки, полноты которого ожидаем и мы с вами, дорогие друзья. Но для этого мы должны обратиться ко Господу всей своей крепостью, всей своей силой, всем разумением своим и всем своим существом в общем. И отбросить серебряных идолов и золотых, какими бы они ни были, которые сделали наши с вами руки. Если, не дай Бог, они такое сделали, нужно их отбросить. Замечу, что речь, конечно, не идет об иконах, а речь идет о фабриковании Бога по образу своему и подобию, об истуканах, об идолах в прямом смысле, то есть идолопоклонство, и в переносном смысле идолопоклонство бывает в совершенно разных формах, и в наши времена люди вовсе не свободны бывают от идолопоклонства. Например, человека угодия не что иное, как одна из форм идолопоклонства, или полагание на силу коней, оружие, на силу государства. Это тоже одна из форм идолопоклонства. Полагаться надо только на Господа, только к Нему обратиться. Прошу прощения за столь пространное отступление и прочтем заключительные стихи 8 и 9. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его, он избежит от меча, и юноши его будут податью». Может быть, здесь содержится намек на то, что произошло, когда Синнахириб угрожал Иерусалиму. Может быть, речь идет о том чуде, намек здесь на то чудо, когда Господь в одно мгновение уничтожил 185 тысяч сирийских воинов, осаждавших Иерусалим. Они пали в единый миг, когда Господь послал своего ангела, ангела-губителя, который уничтожил неприятеля. Об этом будет говориться в 37 главе Исаии и в параллельных местах в исторических книгах. Здесь о сирийцев паразит сказано не меч человеческий, а паразит их, видимо, ангел. Был такой случай в истории Иудеи, в истории о сирии, когда осирийцы были поражены не человеческим мечом, а ангелом. Что это было? Может быть, это была эпидемия, может быть, в прямом смысле ангел, их 185 тысяч человек, поразил этих воинов. Не обязательно болезнью эпидемии какой-то, а вот просто погубил их, убил их просто. Ангел, сила-то у него огромная, у ангела Божьего, у ангела-губителя, всех первенцев египетских он погубил. Интересное такое чудо, замечательное. Может быть, здесь содержится в этом стихе, в 8 стихе 31 главы, намек на то самое событие. От страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Нес здесь тоже это, боевое знамя, знамение, боевое знамя, которое нужно для того, чтобы собирать войско. Вот здесь убоятся ассирийцы этого боевого знамени. А огонь Господень, его свет, огонь его жертв, огонь миноры, семисвечника, он воссияет на Сионе, горнило Господне, жаровня, вот это место приношения жертв в Иерусалиме, Господне, служба Господу, богослужение Ему, а не служение идолам и истуканам будут в конце концов восстановлены и все это исполнится. Такое замечательное пророчество и такое утешение получает читатель 31 главы Исаии, древний читатель. Ну, я думаю, что и нам, современным читателям Исаии, есть над чем подумать, над чем поразмышлять и как применить, как актуализировать в нашей жизни вот строки этого самого пророчества, содержащегося в 31 главе, замечательного пророчества, где говорится, еще раз повторюсь, говорится о том, что человек должен отбросить в конце концов и отбросить в эскатологическое время всех своих идолов, материальных, духовных идолов, каких бы то ни было, и только на Господа, на Его святое имя будет полагаться, и только Господь будет царем и Богом, и только Ему будет совершаться служение, и царство Его не будет конца. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok